приветствую вас друзья на канале строительной кухни меня зовут словов роман колесников андрей друг соратник коллега и партнер а мы сегодня приехали в московскую область для того чтобы показать вам один из проектов которые претендуют на звание народного лучшего проекта года что уж народного лучшего проекта года это дом про которым мы сейчас с вами поговорим все подробно расскажем но прежде чем начать напоминаю вам что у нас заработал сайт где вы можете в том числе и проект этого дома себе приобрести если он вам понравится или подобные проекты на самом деле проект неоднозначный он мог бы быть из плоской крышей но здесь а мы об этом все все поговорим начинаем я так понимаю это проекты инвестиционные строятся они на продажу люди посмотрели строительную кухню доверились опять же твоему экспертному мнению перешли по ссылке в описании обратились к нам не прогадали дом на самом деле получился 130 метров это жилой а общий там 160 если лестница с навесами с ну и вот как телезрители много просят чтобы это было и как домик и в стиле барна и со вторым светом и с окошками и короче все как всегда опции мы попытались уместить сюда и чтобы была и объемная кладка и кирпич ручной формовки и чтобы он был недорогой и чтобы были какие-то ставки то есть короче все нереализованные сексуальные фантазии понятно отображены в этом доме хотел бы добавить что навесы и террасы они не идут в том объеме который я назвал в площади с ними здесь получается порядка двухсот тридцати квадратных метров но сама желая если не считать лестниц как я уже сказал 130 короче его можно купить эту мечту ее можно купить стоит он кстати абсолютно недорого но это если ее купить если начать строить такую штуку то нужно конечно обладать образованиями и всеми делами это может как бы не получить к целу про мультик про трех поросят у самой порядочной свиньи избушка должна быть каменная которая не улетит и все остальное это каменный домик он хороший качественный все остальное и при всех вариациях для творчества в виде штукатурок плиток и всего остального чтобы заказчик здесь не делал архитектура всегда останется объемом задуманным по принципу здесь выполнен так что есть две основные стены до который у нас выполняет роль фронтона соответственно парапет у нас перекрывается металлом хотел задать вопрос здесь вот этот узел выполн каким образом там что металлический уголок на который с пропилом насажен кирпич да но скорее всего именно так да то здесь получается вот мы видим просвечивается металлический уголок я так подозреваю что в кирпиче делался горизонтальный пропил он как бы насаживался на этот уголок и дальше уже велась и основная кладка с перевязкой к стене ну принцип понятно основные стены заполнения очень прикольно выглядит сам по себе световой угол вот этот поворотное окно сходы помнишь мы несколько лет назад снимали дом и всем как вот это вот интернетовской фразы да все все возбудились от кирпичного портала и здесь он уже выполнен по-другому лёха это дом который мы в воронеж снимали тогда сделаешь вставку там собственник положил металлический уголок а здесь уже видишь учли соответственно никакого металлического угла здесь нигде нет грубо говоря за счет того что кирпич завернут в угол это входная группа она как бы нас приглашает и конечно непосредственно сама дверь она уже будет здесь отворяться и все будет полная красота соответственно получается как такая зон с навесом там ключи до зайти и лег как это классика до зашли разделись разулись подписали покатали туалетики и вот на наша кухня гостиная здесь у нас что там у нас лестничный блок который поднимается наверх и вот наш собственно второй свет здесь кухня окошки открываются мы выходим на крытую нашу террасу и естественно колонны мы делали таким образом чтобы была возможность если что остекление но не отрегулировали и вот абсолютно бюджетно абсолютно бюджетно и правильно вот хвала заказчикам как выполнен этот угол всех обычно смущает что у меня у меня будет большой столб мне ничего не будет видно и ничего страшного с этим столбом не будет не но есть и более эстетичные дорогие решения но в качестве бюджетного да там конечно вопрос как нужно но там уже закрыты мы не можем сейчас увидеть как выполнена там теплоизоляция снаружи но я вижу что она там есть но так фактически до открасил его или задекорировал даже тем же гипсокартоном с картоном то есть будет выполнен угол окошко конечно при желании можно было сделать и какие-то пск портала вот эти раздвижные на вопрос куда выходить по задумке по нашей что здесь все будет отсыпано гравия будут высажены какие-то растения и мы собственно фактически сидим на улице здесь почему глухие створки потому что по планировке если мы посмотрим здесь угловой диван и на вот этой стене телевизор то есть вполне оптимально вот вот это вот прям вот опять же вот эта фраза дача прям круглогодичного проживания приехал на дачу закусывался здесь и все у здесь еще получается по сторонам свет сейчас время начал двенадцатого и как бы ближе к обеду так сказать планировку я хочу показать планировку и хочу момент 1 рассказать вот как эта кухня гостиная устроена вот на кухонь к кухне света поменьше в гостиной света побольше то есть солнце мы ловим со всех сторон как бы она вообще не двигалась в двух словах если бы мне кто-нибудь такой бы построил я бы его купил но получается предложением всякие разные ограничены и в нашем регионе так качественно интеллигентно не строят ссылочка на этот проект будет внизу в описании к этому ролику прям просто на сайт переходите смотрите планировки если нравится то соответственно что это у нас за технологическое отверстие задача состояла ворота разместить откатные потому что распашные просто занимают много места откатную воротину как ее сделать когда есть грубо говоря калитка есть поселок мы сделали вот такую нишу и в нее будет ворота откатываться а здесь у нас уже получается собственно общественной территории да и здесь воротами прикрывается там дальше забор пошел да да ночью огонь кстати решение между прочим я такое раньше не встречал я смотрю везде она применена кстати причем она архитектурно смотрится красиво то есть такая такая ниша будет нормально выглядеть здесь момент еще такой интересный здесь можно по этой террасе от машины пройти сразу на террасу основную кухню под дождь не попасть да вот это очень круто то есть здесь размещаю еще кресло шезлонги чего угодно ты сейчас получается еще в доме лишних 50-60 метров такой вот площади ну полу полу вообще жилой значит кирпич это называется у нас пауз производит у богодинский кирпичный завод значит сразу хочу сказать то что цены которые я сейчас назову они актуальны потому что может так получиться что на разных сайтах цены разные мы часто видим что многие там наставляют специально старые цены кто-то не успевает менять но самое главное то что на богодинском заводе произошел некий ребрейдинг и некоторые кирпичи по названию теперь сбились есть раньше это был там пауз теперь это называется там парма микс да стоит сказать что этот кирпич формата vdf то есть 210 на 100 на 65 в квадратном метре его 59 штук на заводе этот кирпич стоит 84 рубля без доставки характеристики марка 125 150 морозостойкость 100 водопоглощение 1012 в машине 8960 у него такая желтовато розоватая база то есть сама база желтая но мы видим на поверхность нанесения цветного песка такой который делает его немножко малиновым розоватым присутствует некоторый потёр то есть выполнен умышленно плюс еще во время транспортировки кирпич немножко друг от друга обтирается и вот эта желтизна она как бы проявляется создавая на кирпиче определенный такой ритм и легкую легкую пестроту вы знаете вот про этот кирпич из всего ассортимента богодинского завода я наверное хочу сказать назвать его самым недооцененным потому что его так сложно выбирать по планшету или по одному квадратному метру когда вы даже у нас там в демо парке когда выложен квадрат очень сложно представить как он будет выглядеть ну вот допустим отсюда мы смотрим на стенку да и мы видим розовато красноватые кирпичи с легкой желтинкой и вы знаете в этом кирпичу больше ничего не нужно он настолько красиво смотрится в тени он смотрится чуть по другому когда выходит солнце он собственно начинает становиться светлее хочу еще обратить внимание на то что значит оконные перемычки выполнены немного нетрадиционным способом потому что обычно кирпич ставится на ребро и соответственно так как выполнен вот этот вот пояс да он выполнен в полтора кирпича то есть ставит либо ряд обычно либо там два ряда друг на другом вот здесь такое не частое решение на российских стройках именно в полтора кирпича дальше за счет того что кирпич у нас полнотелый создается некий объем но вот этот красивый портал я думаю вы сами можете оценить без лишних слов кровли здесь фальцевая соответственно системы водосточной галика окна темно-серые наверное на этом все еще раз напоминаю что все эти проекты которые мы сегодня увидим и некоторые другие замечательные проекты вы можете купить на нашем сайте трэнди холмс вот здесь появится адрес элементарно заходить на сайт выбираете проект выбираете форму оплаты можно через службу быстрых платежей там где не надо даже вводить никакие номер карты и так далее вы перейдете оплатить из своего банка можете оплатить картой алгоритм очень простой оплатили система иногда в течение суток видит особенно через сбп когда она проходит в течение суток видит что платеж зашел и вам на почту которую вы укажете заполняет соответственно приходит этот проект номер телефона на этом сайте непосредственно андрея колесникова вы можете позвонить задать любой вопрос если вам нужно доработать проект переработать что-то заменить сделать интерьер ну а к нам вы можете обращаться за всеми этими строительными материалами без проблем с удовольствием вам их поставим в любую точку российской федерации все ссылки нужные вам для совершения всех этих полезных действий находится внизу в описании призываю вас подписаться на канал ну и оставляю вас с просмотром этого прекрасного дома до новых встреч пока а а а а а а и вот а и